Приветствую вас с психологической точки зрения. Вы сейчас переживаете действительно сложный момент расставания с девочкой, и для вас это на самом деле тяжело. Но, мощно облегчить вам страдания, если разобраться, например, с тем, почему вы расстались, как так получилось, что вы расстались. Вот. И, соответственно, по какой причине вам тяжело? Ведь если, например, если бы вы, например, девочку любили, то думается мне, что вам было бы грустно, конечно, вам было бы, может быть, немного не по себе, но я не думаю, что вам было бы очень тяжело, потому что, ну, в конце концов, вы бы понимали, что девушка, она сделала так, как по итогу лучше именно ей, и если вы любите её, то, в принципе, вам достаточно, вам достаточно того, что она поступила так, как ей лучше. Вот. Если вам этого недостаточно, то, соответственно, в этом случае можно говорить о том, что вы нуждаетесь в ней для чего-то для себя. То есть именно нуждаемость, у вас не любовь, то есть потребность в том, чтобы отдавать что-то, да, дарить что-то, а у вас потребность получать. Вот. И, соответственно, думаю мне, что это нуждается в, значит, в самом пристальном рассмотрении, потому что, как я уже сказал, подобные переживания характерны для человека, который достаточно сильно привязывается, достаточно сильно растворяется, как, как бы, как бы растворяется в другом, что, естественно, приводит к негативным последствиям. Кстати, может быть, именно, именно по этой причине вы с девочкой не смогли быть вместе, потому что вы, быть может, чересчур многого от нее хотели, чересчур многого от нее требовали больше, чем она могла вам дать. Я, конечно, не уверен в этом, но, исходя из того, что вы написали, могу предположить, что это именно так. Что касается зеркало и чашка, то, с точки зрения психологии, здесь не более чем совпадение. Нет, конечно, можно предположить, что, например, ваша энергия настолько сильная, ваши переживания настолько сильные, настолько серьезные, что влияют на предметы, но, если честно, я сомневаюсь в том, что дело именно в этом. Скорее всего, это просто совпадение. По крайней мере, вам лучше не искать смысла какого-либо мистического в том, что произошло, да? Лучше, побыстрее начать работать над собой и выявить причины, по которым вы не можете никак отпустить девушку и летать. Тем более, что это у вас уже, как я понял, ну, не первая женщина, с которой вы расстались. Значит, может быть, имеет место сценарное поведение, вот. И если это действительно сценарное поведение, то из него нужно выходить. Конечно, в противном случае вы так и не сможете построить полноценных здоровых отношений. Вот. На этом все, пока что, исходя из того, что вы написали, я думаю, что именно так можно ответить вам на ваш вопрос. Понимаю, что вы задавали немножко про другое, вот. Но, тем не менее, это раздел психологии и, соответственно, мы отвечаем именно по психологическим моментам. Если вы хотите, чтобы вам дали ответ именно на то, что вы спрашиваете, то я думаю, что здесь лучше вопрос задать в другой раздел. Какой именно, посмотрите по категориям и, я думаю, обязательно найдете тот, который нужно. На этом все, я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.